Смотрите, какие ёлочки все хорошие, красивые, все разные. Кто меня спрашивал, в Австралии не сажают? Конечно, сажают. Какие красавицы. Вырастет большая ёлка. До сколько метров? 15 метров. Вот, пожалуйста, купите. 15 метров, это будет высоко. Этот один красивый. Этот один, я думаю. 72 доллара, вот смотрите, какие красивые. А эти не растут. На 10 метров. Да, они большие ёлочки. Очень красивые. Ой, а пахнут вот эти как вообще. Такая корзиночка, 30 долларов. А вот такие ёлочки. Конечно, сажают. 79 долларов. Эти тоже вырастет высоко. А это какой цветок. А это какой цветок. Ну всё, на сегодня. Спасибо. Спасибо за субстриберу, про что понравится вам. Спасибо за субстриберу, я знаю, как выбрать свои цветы. Я найду свой собак. И пойду один собак. другие. Но я ему сегодня перевела комментарий, который действительно он выбрал этот красный цветок модный. И сегодня мы розу купили. Но вы ее в этом видео увидите. Он ее сразу выбрал. Клаймин. И сейчас мы опять в Несере поедем. Так. Сейчас мы опять поедем в питомник. Потому что мы розочку купили только одну. А нам надо две розочки. Водичку нам приносит всегда. Перед едой. В общем, у нас одна роза. Анток не бот розы. Второй не было. Купили только одну. И сейчас, если мы лакхи, мы две купим в день. Сегодня у нас вообще дождливая сыра. Плюс покажу, что дальше будет. Пирожки. Пирожки. У меня говядина с грибами. А у Марка кау. Пирожок. Такая вкусняшка. Вкусняшка такая. Так, честно. Ее Марк рука не любит. Раз, и все. Вот внутри, видите, какой пирожок. Грибы, мясо. Такое все кусочками. И как с подливкой. Такая вкуснятина. Питомник. Приехали розовый. Сейчас посмотрим, что здесь красивого. О, у них тут красота. Вот видите, они в частном доме такой питомник сделали. О, это красиво. Так, чтобы у вас есть клайм, а? О, это есть клайм. О, госпож. Очень красиво. Что это название этой розы? Салита. Салита. Вау. Большой? Дверь. Вау. Дверь? Да. МагНИфист. Дверь, помiele? Прямо sangat. Сколько лет ты был этот栓 ? Прокс? Сколько лет лет ты был этот栓 ? Дверь, это некий栓, это ужасно. Погналton. За 34 лет, нет? 34 лет. Вау, друзья. Зачем боли. Рatori. Здесь всего он. Да, это versión climbed. Что угодно. Тут intention. Это тоже племет, но не в этом пыле. Это буря. Смотрите, какая он. Вау! Ой, какой красивый. Вау! У вас есть какие-то цветы вверх. О, это будет прекрасно, когда он... Это красный, и цветы прямо в венте. Это сливочное и сонное. Это что мы нуждаем? Это один для твоего сердца. Это идеальный один, я думаю. Хорошо, хорошо. Это Рене. Рене. Я не могу... Смотрите, что это? Смотрите, мы прямо в цветочном парадайсе. 34 лет, да? Вау! Смотрите, это стенден, да? Розы. Розы. Мы любим этот. Я любим этот. Держи. Можно ли мы вместо того, чтобы мы оценили это, какие-то так? Опять желабые. Очень жирные. Хорошо. Вот этоfrontый. Еще раз. Смотрите, что Наташа. Видите, что это дизайн. Я любит этот. Все, как это. О, я любит этот. Это мой любимый. Это ближе с того, как мы получили. Смотрите, какая клайма. Розы везде у них. И за забором, смотрите, такие здоровущие. И здесь, везде. Ну, разводят люди. И сын у него этим же занимается. Он, да, это лакпион. Лакпион, есть это? Кокпионы. Вот уж какие красивые. Вот какие красивые. Смотрите, эти ножки. На ножках розы. А эти цветут. Вообще шапками все цветет. Смотрите, какая красота. Как шиповник такой на ножках. Высокий-высокий. Вот это роза. Пайп, Джон, полосы. Да. А, да. Пайп. Да. ДИФРОТ НА ИНСТРА ДИФРОТ НА ИНСТРА ДИФРОТ ПИПЛО. Маленький. Ой, this is nice. Смотрите, какая красавица нежная. Вот это розище. Вообще огромное. Красивая роза. Ну, если не стричь, она, конечно, такая и растет. Смотрите, какой сад. И он говорит, я никогда, вот хозяин этого питомника, никогда здесь ничего не удобряю. Ничего. Как растут они, так и растут. И поливать их много тоже не надо. Вот вся красота из роз. Смотрите. Это выглядит хорошо. Это роз. Спасибо. Папа, как красиво. Разрос все. Так, я купила мои родители. Мы хотим, я вам. Да, same. Просто маленький. Так. Вот эта роза. Так, розы, девчонки, купили. Ой, такой аромат. Так, докладываю обстановку по розам. В Банинсе, смотрите, с 19.95 мы купили сегодня. Вот такую розу, которая называется Сесайлы Бруно. Сесайлы Бруно. Но это названо в честь кого-то. Клайма. Купили ее одну, потому что другой не было. Сейчас я вам ее покажу. Так, вот эта рыбочка. Я ее сюда поставила. Ай-яй-яй-яй. Вот, смотрите. Вот как она выглядит. Вот видите, такая высокая. Ее видно, что она клайма. Видите, у нее такие длинные веточки. Цветов нет. Цветы только на картинке. Дальше. 19.95. Вот 20 см. Кламен роз. Здесь написано все. Мои пока отставим. И поехали мы в питомник. В частный питомник. Мужчина 34 года. Занимается разведением роз. И у него купили вот эти две розы. Одинаковых. С прекрасным ароматом. Я как раз такие хотела розы. Посмотрите, какие нежные-нежные. Посмотрите, какие красивые. Две на одной есть. На этой вот только. Здесь маленький цветочек. Так, этикетка. Да, розы у него дорогие. У него в 40 долларов один горшочек стоит одна роза. Так, этикетка выглядит вот так. Вдруг кому-то нашим здесь в Австралии захочется. Но здесь Climbing Collection написано. Но я что хочу сказать. Я что хочу сказать. Все-таки, девчонки, кто любит розы и вообще растения, в банинсе покупать поэкономнее. В разы, в разы. Поэтому ждите ту розу, которая вам понравится. Розы доставляют туда. Я не знаю, с какой периодичностью. Но во всяком случае, вы всегда можете купить. Вот сегодня была одна, мы ее купили. А так и опять привезут. То есть распродают. Я думаю, с каким-то периодом чередования их привозят. И вы можете купить то, что вам нравится. Не только розы, но и любое растение. Так, ну я сейчас, наверное, займусь посадкой. Да, что он нам сказал? Никакой специальной земли не надо. Никаких удобрений для роз не надо. Он сказал, все растет. И розы должны расти сами по себе. Вот то, что у меня произошло весной. Вот кто-то написал, я грешу. Я подхожу, говорю, я грешу. Я на другой переключаюсь. А я вот думала, что я грешу. Я полила мне, кто бы посоветовал, такую подкормку в розовом флакончике. Она, может, и хорошая, но для роз ее не надо было. А я ей накормила розы. И они у меня вот это даже желтая была с розовыми, с такими подтеками. Конечно, это было от подкормки. И все розы были у меня и те. Вот у них пошли такие веточки. И как будто они такие скрученные, но, видно, больные. И бутончики были больные. Вот я грешу, и правильно я грешила. Я грешу на то, что я их полила, удобрила тогда, и я их все сожгла и испортила. Это вот ожоги от воды, я думаю, это мелочь. Так что, у кого есть розы, и кто думает сажать розы, он сказал, ничем поливать их не нужно вообще. Ни поливать, ни удобрять ничем не нужно. Растут они и растут. И поливать, значит, поливать нужно по ведру каждый день, первые шесть недель. Вот сегодня новые розы. А потом два раза в неделю, и этого достаточно. А то и меньше. Вот, но это подтверждает. Я и раньше говорила. Розы вообще растут, как сорняки. Им особого ухода никакого не надо. Так, смотрите. Я поставила палочку, а он какой умный. Раз, выпустил усик и зацепился за эту палочку. Вот цараз, какие ведь, вы понимаете, растения и те, какие умные. Вот, листочки хорошие, я его брызгаю теперь этим маслом. Еще раз точки, в общем, растет нормально. Но все остальное, я поняла, я заливаю. Мы заливаем, мы даем лишнюю влагу. Поэтому у меня вот этот хайбискис, я его вчера вынула. Конечно, он захлебнулся. Ему там столько воды. Я вытащила, вот. Поэтому он покрылся там. И бутоны у него не раскрывались, и черной влагой была на листьях. Так, вот розочка-медалистка, которая будет расти у меня в саду. Посажу. Все посажу. Так что вот. Так что вот. Вот это растение. Так, Боконвиле нормально пережила. Такой ливень был вчера. Думаю, вообще сейчас весь склон нафиг сможет. Нет. Ничего. Все живое. Все на месте. Я рада, что я вовремя так. Ну, здесь еще все предстоит мне так доорганизовывать. Но основное все равно уже сейчас немножечко вырисовывается. И я так думаю, что вот это красивое растение, которое Марк выбрал. Какая-то зараза. Сидит. Что ты тут сидишь? Я его посажу. Так как он Майтиф, он не капризный. У него корни такие приспособленные к дикой жизни, к дикой земле австралийской. Вот я как раз его посажу, вот эту вот клумбу-могилку. Вот я туда насыплю земли и посажу. И ему там будет нормально. Так что все, меньше воды, меньше ухода. И розы нас будут радовать все время. Ну, что, я беру лопату и начинаю раскопки. Марк говорит, я сяду, буду смотреть регби и пить вино. Я говорю, пожалуйста. У меня есть мои розы любимые. Спасибо, что мне их купил. Больше мне ничего не надо. Все, начинаю делать посадку. Так, я переживал вот за эту сторону. Потому что с той стороны я весной все выкапывала. Сорняки выкорчевывала. Та сторона, я знаю, вся мягкая. Я переживал за эту. Но, как оказалось, проблем нет. Вот я вырезала клеенку, которая там была. Вот видите, выкопала ямку. Вот вся земля выкопалась очень легко. И он нам сказал, ничего туда добавлять не надо. Никакого компоста, никакой специальной земли. Сажайте розу вот с этой землей, которая есть в горшке. И поливайте по ведру каждый день. Все. Так, я продолжаю делать свое дело. Так, все, посадила. Герань выкопала и посадила вот сюда. Смотрите, как красиво она здесь. Все классненько. Так, а здесь... Та-да-да-да. Так, ну розочка вот эта, конечно, на ней одна маленькая пока. Розатулечка. Я ее привязала, но... Ну пусть будет мне ее обрезать. Жалко, чтобы она так не особо моталась. Этот стебелечек тоже сюда привязала. Так, и здесь оба привязала. Но это все временно. Так, легонечко я их привязала. Но вот это то, что мы купили в банинсе. Я ее пока поставила сюда. Вот смотрите, она какая хорошая, высокая такая. И она тоже розовая. Я не знаю, они мелкие. Ну, нам сказал этот дедуськ вот в частном-то доме. Он сказал, что это вот мелкая роза. Ну, посмотрим. Они, знаете, все конкуренты. Поэтому они могут... Ну, правду-неправду. Ну, посмотрим. В общем, пусть она пока стоит здесь. У кого будут какие идеи, куда ее посадить, скажете. Так, ну вот. Вот это моя работа на сегодня. Я думаю, они хорошо пойдут. Одинаково с двух сторон. Он смотрится хорошо. Вот сейчас этот старый куст я решила сюда посадить. Посадить гортензию вот сюда. Этот куст азалию выкопаю. И вот я что обнаружила. Вот уже все болото. Все сыро. Поэтому на этот куст, может, еще ничего. Я его куда-нибудь тоже прикопаю. Там на заднем дворе. Если он выживет, то выживет. Азалию посажу сюда. Здесь утреннее солнце. Вечером здесь кустами вот этими загорожено. Вот кто спрашивал про пихо, про хвойные. Вот это ж, я думаю, семейство хвоевых. Как же не растут. Все растет. Сегодня хватит. Любите и будьте любимы. Пока. Родатый дрончик. Сейчас еще проверим. Как себя сегодня чувствует. Потому что он был... Ага, ну сегодня повеселей. Сегодня повеселей. Просто я ему корни все разбередила, сажала. Специальных растребушила. А то они были, знаете, такие прям комком. В горшке. В форме горшка. Я их все разбередила. И он немножечко, наверное, болел. А это розочка поперла. Сиреневая. Это вот я сама. Как это? Черенковала называется. Ой, я работу себе нахожу. Ну вообще. Мам не горюй. Мама, не горюй. Люди ходят. Сегодня тоже Марк вышел. Я говорю, выйди посиди. Он говорит, нет, у меня не охота. Я регби смотрю. И идут как раз женщины. Маша, ой, красиво. И он, Маша, я говорю, ну ты вовремя вышел. Он говорит, да, я лавры твои собираю. Соседи. В общем, все. Потихонечку, полегонечку. Все сделаем красиво. Ну, розочки как раз такие, какие я хотела. Хорошенькие. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok